Добрый день, с вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Сегодня я расскажу о пин-баре, но с упором на практику. Вначале предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить торговлей на реальном счете, пока вы не познакомились с методами минимизации рисков. В первой части кратко расскажу, как формируется паттерн и как его использовать для входа в сделку. Кто хочет узнать больше, смотрите мой вебинар от 25 ноября 2019 года «Как торговать пин-бар». Ссылка на него сейчас появится вверху. Во второй половине будет тест, при помощи которого сможете оценить свое понимание материала. Для теста вам понадобится только бумага и ручка. В самом конце подведем итоги теста. Те, кто захочет лучше проработать тему занятия, могут скачать эту презентацию из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на бирже». Для этого переходите по ссылке в описании к видео. Также в группе есть много материалов по трейдингу в свободном доступе. Ключевым признаком пин-бара является быстрый выход из зоны уровня. Здесь два важных понятия – быстрый и уровень. Надо понимать, что если паттерн образовался не на уровне, это не то, что нам нужно. Если движение произошло не быстро, это тоже нам не подходит. Несколько слов о том, что такое быстро. Дело в том, что если мы видим формацию 2 на графике, то формально это не пин-бар. Но по сути это он и есть, потому что если формация 2 – это 5-ти минутка, а 1 – 10-ти минутка, то по сути эти свечи описывают одно и то же движение цены. Резкий пробой уровня и возврат в зону предыдущей цены. Благодаря новой формулировке мы начинаем искать определенное поведение цены, как бы оно не пряталось за разнообразными свечными конфигурациями. Теперь, когда вы будете оценивать поведение цены, вы не будете зацикливаться на маленьком теле свечи, потому что уже знаете, что тело и фитиль – это просто вопрос таймфрейма. Главное – это определенное поведение цены, а его суть не меняется в зависимости от таймфрейма, так как таймфрейм – это просто масштаб, который позволяет видеть больше или меньше деталей поведения цены, но не меняет характеристики самого движения. Итак, первый ключевой признак – быстрый выход из зоны уровня. Следующий признак – пин-бар, который можно использовать как точку входа, формируется в зоне очевидного уровня, потому что только пробой очевидного уровня приведет к активизации участников и только поглощение этой активности покажет присутствие умных денег. И последнее – паттерн должен формироваться в направлении локальной тенденции на откате к уровню. Те же принципы работают и на нисходящем тренде, только шип пин-бара смотрит вверх на откате к уровню. Теперь, когда мы освежили в памяти основные принципы паттерна, покажу, как открывать сделку. Вначале рассмотрим агрессивный вход. Так входить можно только на сильном тренде вверх. Агрессивный вход лучше совершать, переходя на младший таймфрейм. Например, если вы торгуете на 5-минутки, то для агрессивного входа переходите на минутку. Выше уровня ставим buy-stop. И на обратном движении цена захватывает заявку и сделка открыта. Стоп размещаем под минимумом пин-бара. Как видите, если бы ждали окончания формирования паттерна, то войти не успели бы. Но даже если не успели, не страшно. Консервативный вход позволяет войти, когда пин-бар сформирован окончательно. Когда паттерн сформирован, выставляем заявку buy-stop за high-свечи. На обратном движении цена захватывает заявку и откроет сделку. Стоп-лосс ставим под low-свечки. Агрессивный вход в короткую сделку. Ниже уровня выставляем sell-stop. На обратном движении цена захватывает заявку и сделка на продажу открыта. Стоп-лосс размещаем за максимумом пин-бара. Когда пин-бар сформирован, ставим под low-свечки sell-stop. На обратном движении открываем сделку на продажу. Стоп за high. А сейчас переходим ко второй части, где проверим, удалось вам разобраться в теме или нет. Для прохождения теста понадобится только лист бумаги и ручка. На выполнении каждого из девяти упражнений у вас будет примерно 7 секунд. В конце теста, просуммировав баллы, вы сможете себя оценить. Если в первый раз не получится, ничего страшного. Пересмотрите ролик в паузах, делайте остановки. Используйте презентацию к этому видео. Презентацию можно скачать из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Также приглашаю вас принять участие в моих бесплатных вебинарах, которые проходят каждые две недели в четверг на площадке Admiral Markets. Там вы можете задать свои вопросы вживую. Ссылка на регистрацию в описании к этому видео. Прежде чем начнем, небольшое уточнение. В примерах каждый вариант отмечен цветом. Если цвет номера зеленый, значит вход на пин-баре в покупку. Если красный, в продажу. Приготовили бумагу и ручку? Отлично, тогда начинаем. Посмотрите на график и скажите, какой пин-бар позволяет открыть сделку. Подумайте, вопрос с подвохом. Готовы? Время пошло. Кто выбрал первый пин-бар, ошибся, так как этот паттерн давал вход в шорт на уровне «но против тренда». Если вы определили данный график как растущий, то для входа в сделку подойдет второй пин-бар. Потому что в такой ситуации, на фоне предыдущего роста, тест уровня и дальнейший рост смотрятся логично. Таким образом, если вы посчитали, что график растущий и выбрали номер 2, поставьте себе плюс. Если данный график идентифицировали как начало нисходящего движения и пробой уровня был сигналом для поиска входа в шорт, то выбор третьего пин-бара даст вам плюс 1 балл. Обратите внимание, что если вы выбрали 2 и 3 одновременно, то за тест получаете ноль. Второй пример. Задача та же определить пин-бар, который отвечает трем критериям. Пример усложнил тем, что даже правильный пин-бар не дает хорошей прибыли. Я это сделал для того, чтобы график не служил подсказкой. Готовы подумать? Отлично, тогда время пошло. Если выбрали номер 1, оценивая график как растущий, очень хорошо поставьте себе 1 балл. Если выбрали номер 2, плохо, так как это один из вариантов ловли ножей, то есть попытки покупать на сильном снижении. Правда, в данном случае вход и не получился бы. Если вы выбрали номер 3, тоже плохо, так как данная ситуация лучше второй только тем, что пин-бар сформировался на уровне. Третий пример. Готовы? Время пошло. Очень надеюсь, что никто не выбрал первый номер, потому что этот пин-бар сформирован против тренда и без всякого уровня. Кто выбрал номер 2? Хорошо, может показаться, что это вход в контртренд. Но на самом деле, к моменту формирования пин-бара цена консолидируется под уровнем. Так что вход от верхней границы консолидации в расчете на продолжение движения вполне обоснован. Кто выбрал номер 3? Прав, так как в данном случае вход был в сторону глобального тренда от очевидного уровня. Четвертый тест. Готовы? Начали! Если выбрали номер 1, очень хорошо, потому что в данном случае вход в шорт на пин-баре от верхней границы боковика. Если выбрали номер 2, то уже верно, так как это вход от нижней границы боковика. Поэтому четвертый пример в некотором роде уникальный, так как и номер 1, и номер 2 правильно одновременно. Но поставить себе за них 2 балла могут только те, кто это обосновал. Кто выбрал номер 3, ошибся, потому что в данном случае паттерн сформирован против тренда. Поэтому кто его выбрал, попал бы в ловушку. Пятый пример. Готовы? Начали! Кто выбрал номер 1, очень хорошо. Цена в боковом движении, вход на пин-баре от верхней границы в шорт. Кто спросит, почему эти две свечи пин-бар, посмотрите принцип 1. На 10-минутном таймфрейме эти свечи образуют пин-бар. Кто выбрал номер 2, ошибся. Почему? Все просто, вход по тренду, но без очевидного уровня. Кто выбрал номер 3, тоже ошибся. Вход на уровне, но против тренда. Шестой пример. Готовы? Начали! Кто выбрал первый вариант, ошибся. Уровень есть, но вход против тренда. Второй вариант тоже неверный, потому что паттерн хоть и сформирован на уровне, но против тренда. Те, кто выбрал третий вариант, добавьте себе 1 балл. Пин-бар сформирован на уровне и в сторону нисходящей тенденции. Седьмой пример. Готовы? Начали! Первый вариант неверный, потому что паттерн сформирован против тренда. Второй вариант также сформирован против тренда. Обратите внимание, в данном примере поджатие к уровню в виде треугольника подсказывало, обрабои вниз. Кому интересно узнать больше о паттерне треугольник, посмотрите мой вебинар Price Action «Фигура треугольник. Полное руководство» от 24 января 2020 года. Ссылка на него сейчас появится вверху видео. Если выбрали третий номер, очень хорошо, данный пин-бар сформировался на откате к уровню в сторону тренда. Отличный вариант для сделки. Восьмой пример. Приготовились, начали! Думаю, что уже к восьмому примеру такой ошибки никто не допустит. Это тоже не лучший вариант для сделки. А это хороший вариант для сделки. Посмотрите, цена, формируя максимумы каждый раз ниже предыдущего, заманивает войти в шорт на пробой уровня, обещая разворот тренда. Мы на финише, последний пример. Приготовились, начали! Вход ошибочный. Мы недавно разбирали похожий вариант. Напишите в комментариях, что подсказывало пробой уровня. Вход на пин-баре с формированным на откате хороший вариант для входа. Как думаете, был ли от этого уровня еще вход на пин-баре? Напишите об этом в комментариях под видео. Третий вариант ошибочный, так как вход против тренда. Это последний пример. Просуммируйте набранные баллы, потому что сейчас переходим к подведению итогов теста. Если вы набрали 2 балла или меньше, сделайте паузу и пересмотрите ролик. Скорее всего, вы спешили и не дали себе времени подумать. Если набрали от 3 до 6 баллов, неплохо, но можно еще все внимательно проработать. У вас есть хороший запас для дальнейшего роста. Если ваш результат в пределах от 7 до 8, это хорошо, но его можно значительно улучшить. Если набрали 9 баллов и выше, поздравляю, это отличный результат. Попробуйте его закрепить и улучшить, скачав презентацию из группы ВКонтакте. Учимся зарабатывать на бирже. Друзья, если вам понравился материал, ставьте лайк, поделитесь им в соцсетях, напишите комментарий, расскажите, сколько баллов вы набрали в тесте с первого раза, подписывайтесь на канал Адмирал Маркетс и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем спасибо и до новых встреч!